Поставь лайк, если тоже любишь вкусно покушать, и напиши, какое твое самое любимое блюдо. Помни, что самый нереальный комментарий выиграет путевку в следующее видео. Каждую среду и субботу мы радуем вас свежим позитивом, поэтому обязательно подписывайся, включая колокольчик и зови всех своих друзей. С нами вы никогда не заскучаете. Короче говоря, я заказал еду. Я проснулся, улыбнулся, отправился на кухню, заглянул в холодильник, а там ни единой крошки. Я расстроился, ведь еще со вчерашнего вечера мечтал вкусненько покушать. О, отличный кинчик. О, походу просмотр отменяется. Нужно поскорее уснуть, чтобы не думать о еде, потому что на ночь кушать вредно. А вот завтра, с самого утра, меня будет ждать вкуснейший завтрак. Видимо, завтрак меня не дождался. Вот почему всегда, когда я очень голоден, на мне заканчивается вся еда в холодильнике. Что за несправедливость? Как хорошо, что сейчас существует доставка. Быстренько привезут еду на дом, и уже через несколько минут я буду сыт. Тут же позвонил и заказал пиццу. Два гамбургера, три картошки фри, несколько порций роллов, и на финал Кока-Колу, чтобы все это дело запить. Надеюсь, что этого хватит. Для начала. Сказали, что доставка займет минут 30. Наверное, это будут самые длинные полчаса в моей жизни. Решил сыграть в приставку, чтобы скоротать время. Только запустил игру, как тут же прибежал очкастый. Прям как чувствовал. Братанчик, а ну-ка быстренько освободи-ка приставку. Не понял. Что ты не понял? Я поиграть хочу. Коля, я голодный, поэтому лучше меня сейчас не слить. А то что? А то похудеешь на 10 килограмм. О, так это же апопена. У тебя есть какая-то супер проверенная диета? Нет, я просто откушу тебе бошку, и ты станешь худее. О, ладно. Пойду лучше книгу почитаю. Вот это правильно. Как назло, в этот раз время за приставкой тянулось очень медленно. Вот бы так всегда, но нет же, когда у меня выходной, время пролетает со скоростью света. И тут раздался телефонный звонок. Это, наверное, курьер. Я был счастлив как никогда, но не тут-то было. Это звонила бабушка Рая. Интересовалось, не появлялся ли у нас дед. Я сказал, что уже несколько недель его не видел. Пожелал бабуле хорошего дня и продолжил ждать свою еду. Играть в приставку мне уже наскучило. Я просто сидел на диване и считал секунды до приезда курьера. Вдруг снова раздался звонок. Ну, наконец-то, я уже думал, что не дождусь. Да, здравствуйте. Вы уже подъехали? Как подождать еще полчасика? Ну, ладно, я жду. О боже, еще целых 30 минут нужно ждать мою еду. Вот за что мне все это? Такими темпами я точно скоро съем коляныча. Мне срочно надо как-то отвлечься. Посмотрю, чем там занимается мой брат. А чего там мы тут дрыхнем? В приставку поиграть не дал. И спать тоже не разрешаешь? Андрей, чем по-твоему я должен заниматься? Чем-чем? Делами. Чего ты сегодня злой такой? Стой-стой-стой. Сырят, я неправильно выразился. Ты же всегда злой. Но сегодня особенно. Коля, сейчас ты доиграешься. Прости, прости. Я больше так не буду. Короче, займись чем-нибудь полезным. Например? Например, вытри пыль. Вообще-то пыль совсем не полезна для здоровья. Поэтому и говорю, вытри ее. Приберись дома. Зачем мне прибираться, если у нас служанка есть? Какая служанка? У нас нет никакой служанки. А тогда кто неделю назад так начисто вырезал всю квартиру? Кто-кто? Я? А, ты? Да. Молодец. Может, ты сегодня тогда приберешься? У тебя это очень хорошо получается. Твоя очередь убирать. Не переживай, братанчик. Я тебе выступаю. Как говорится, старикам дорога. Молодым дорога, старикам почет. Так что вперед. Ладно. И давай немного обвеселее. Ладно. Другое дело. Пока брат убирается в квартире, я зависаю в ТикТоке. Там много позитивных видосиков с очкастым. Если хочешь поднять настроение себе и своим друзьям, тогда скорее переходи по ссылке в описании и подписывайся на меня. Приколы приколами, а кушать все равно хочется. Уже начал думать о том, чтобы сходить в магазин. Но мне было лень. К счастью, у меня есть Коляныч. Братан, очень важное дело. Походу снова хочет меня припахать. Но уж нет, а тебя не выйдет. И куда подевался этот очкастый ленивец? Вернется, ему мало не покажется. Ой-ой-ой. Видимо, я тут надолго. Я снова продолжил ждать курьера. С каждой секундой кушать хотелось все сильнее и сильнее. Может, сериал «Безумная семейка» поможет скоротать мне оставшиеся несколько минут? Включил четвертую серию. Если ты ее не видел, тогда после просмотра обязательно оцени этот сериал по ссылке в описании. Я влекся поудобнее и случайно за подушкой нашел сухарик. Сразу же ухватился за него обеими руками. Ух, отлично. Хоть немного утолю свой голод. Ааа, как это сухарик? Ты мне, кажется, зуб сломал. Вы не переживайте, Андрей. Теперь ваш зуб в полном порядке. Главное, не кушайте ближайшие два часа. Тва часа? Спасибо. Я понял. Это я, Андрей. Братанчик? Хух, напугал. Ты где ходишь? Быстрее присоединяйся. Тут курьер столько еды навез. Я уже почти все съел. Прям праздник живота себе устроил. Только не это. Ты не рад? Нет. Почему? Я у стоматолога был. Мне теперь два часа нельзя кушать. Ох, Андрех, вот ты бедняжка. Ну, ничего страшного, я тебе оставлю. Правда? Правда, правда. Спасибо. Надеюсь, братанчик понял, что это была шутка. Наверное, все любят вкусно покушать. Я не исключение. Кушаю много и часто. Брат у меня такой же, поэтому еда в нашем холодильнике надолго не задерживается. Коляныч, привет. Привет. Стоп. Почему холодильник пустой? Я ведь с утром ходил в магазин. Что? Ты все съел? Коля? Андрей, а что мне оставалось делать? Я включил телевизор, а там показывали шоу про шашлыки. Вот я и проголодался. Нельзя столько кушать. Посмотри, на кого ты стал похож. Я был не согласен с братом. Да, кушаю много, но несмотря на это, я по-прежнему стройный красавчик. Я не толстый. Да ну, давно остановился на весы. Ой, бесишь. Толстый, видите ли? Что посможем? Больше ста? Что теперь скажешь, страняшка? Ну, вообще-то ты тоже много топчешь. Посмотри, какие у тебя бока жирные. Брат ощупал свой живот и с грустью согласился со мной. Мы оба набрали лишнего веса. Андрей предложил сесть на диету. Я не хотел ни на что садиться и долго сопротивлялся. Но вдруг вспомнил о своей школьной любви девушке Маше. Возможно, после того, как я похудею, она сразу обратит на меня внимание. Договорились с братом ничего не кушать. Первый час прошел отлично. Я даже не думал о еде. Однако вскоре мой живот начал издавать звуки. Мне захотелось кушать. Решил отвлечься. Включил телевизор. Вонючий случай. Там шло кулинарное шоу. Переключил канал. Снова еда. Переключил на другой. Там тоже меня поджидала еда. Листал каналы, но еда была везде. От греха подальше выключил телевизор и выкинул пульт. Живот продолжал урчать. Я терпел. Спустя какое-то время брат позвал кушать. Я обрадовался и Поля прибежал на кухню. Что? Что это такое? Как что? Овощи. Полезная еда. Для диеты сама то. Овощи? Я был сильно расстроен, ведь овощи вообще не любил. В последний раз я их кушал еще в садике. Коля, что с тобой? Ничего. Просто морковный сок в глаз попал. Я не наелся. Мне хотелось мясо. А вот мой брат чувствовал себя хорошо. И спокойно занимался своими делами. Я решил позвонить Вадику. Алло, дружище. Привет. Ты где? Что? Родители повелите о пиццерию? Ах ты. Ты визунчик. Приятного аппетита. Пока. Сосранец. В пиццерию он пошел. Блин. Вадик как будто знал, что я на диете. И специально пошел именно сегодня кушать пиццу. Но ничего, я справлюсь. Чтобы не думать о еде, решил поспать. Уж во сне-то точно не захочется есть. Что? Как будто ты оказалась? Передо мной лежал вкусный, сочный кусочек пиццы. Наверное, Андрей запил на диету. Я обрадовался. Жадно вцепился в пиццу и начал ее пожирать. Коля, проснись. Тебе что-то не то снится. Нет. Нет. Это разочарование. Куда? Такой сон испортил. Что? Так сильно хочется кушать. Ты не волнуйся. Это только первый день. Потом полегче будет. Вот, держи ужин. Сильно же ты проголдался. Спокойной ночи. Андрей покинул меня, а я остался один со своими мучениями. У меня не получалось заснуть. Слишком сильно хотелось кушать. Я не мог себя сдерживать и решил пойти на хитрость. Брат уже наверняка спит. Значит, ничего страшного не случится, если я немного перекушу. Но на кухне меня ждал сюрприз. Вонючий случай. Коля, напугал меня. Так тебе и надо, хитрожопый. Как некрасиво с твоей стороны. Ну, извини, я целый день не мог найти себе места. Думал только о еде и надеялся, что ты ничего не узнаешь. Вот я бы так точно никогда не поступил. И что мне сделать, чтобы ты меня простил? Ох, как же вкусно. Не то слово. Что ты говоришь? Сегодня нажираемся в последний раз, а завтра на диете. Ага, конечно. Последний раз. Тут нет, нет. Среда, я всегда после школы зависаю на ютубе. Уже много лет смотрю различные каналы. И давно хочу создать свой собственный. Сегодня мечта должна осуществиться. Я стану блогером. Но что снимать? Решил попробовать различные жанры. А там как пойдет. Всем привет, друзья. Меня зовут Мастер Ла Мастер. И сегодня я покажу 10 лайфмаков для упрощения жизни. Погнали. Для первого лайфмака нам понадобится бутылка, скотч, краски, берёвка, берёвка. Ну что ж, приступим. Друзья, что-то пошло не так, и мой лайфмак не удался. Очказый, ты что здесь устроил? Лайфмаки для упрощения жизни. Сейчас тебе так упрощу жизнь, что мало не покажется. Давай завязывай с этим. Руки у меня не из того места растут. Значит, нужно снимать что-то попроще. Я любил машины. Водить, конечно, не умел, но рассказывать про тачки труда большого не составит. Здорово, бандиты! С вами автоблогер Галярыч. И сегодня я вам покажу просто дикую тачку. Пристегните ваши ремни, мы начинаем. Андрей, Андрей. Адолжишь ключи от машины? Нет. Зашибись. С автоблогом тоже не повезло. Что же можно ещё снять? Ближе к вечеру у меня появилась идея. Можно снять влог. Там всего-то надо говорить про себя. Всем привет, друзья. Представляю вашему вниманию интересный влог про то, как я хожу в магазин. Плать, чё, камероки. Ждай, пусть мне в магазин надо. Мне в магазин надо. Оказывается, блогерство это опасная профессия. Хорошо, что удалось убежать от гопника. Лучше буду снимать дома и найду себе какого-нибудь соведущего. Только кого позвать? Думать долго не пришлось. Я позвал Вадика. Соведущий на месте. А вот что снимать, надо ещё решить. Внезапно у меня заурчал живот и ответ нашёлся сам собой. Надо сделать кулинарное шоу. Мы стали готовиться к съёмкам, но я не учёл одного. Оказывается, Вадик боится камеры. Всем привет, друзья. Это новое кулинарное шоу и везти его буду я, Коля Сковородкин и мой друг из Италии. Вадик. И я, Вадик. Ты? Мы ведь договорились. Ты не Вадик, ты Винсенту. И мой друг, Винсенту. Сегодня мы вам покажем, как правильно жарить яички. Винсенту, ваше яйцо. Винсенту! Что ты? Что ты это делал? Ладно. Дорогие друзья, вы не обращайте внимания, Винсенту я накажу потом. А сейчас я достану свои яйца и мы начнём их жарить. Винсенту, а теперь приступаем. Друзья, блюдо готово. Вы не обращайте внимания, оно не сгорело. Это просто такой итальянский рецепт. Да, Винсенту. А теперь наш помощник испробует данное блюдо. Да, 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 Винсенту. Зато в следующий раз возможно будешь аккуратнее. Давай, давай, не стесняйся, бей, вот этот вкус будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и в следующий раз я приготовлю самого Винсента. Да я посутил, Вадим. Наконец-то первый ролик был готов. Целый день я убил, чтобы заснять что-то достойное. И вот у меня получилось. Оставалось только смонтировать и залить это всё на YouTube. Коля, а ты камеру проверял? Нет. А что такое? Ты камеру зарядил? А её нужно заряжать? Ну вообще-то да. Зашибись! Тяжело быть блогером. Сегодня я выглядел как унылая какашка. Дело в том, что каждый мой день был похож на предыдущий. Дом, приставка, школа и так каждый раз. Уже поднадоела такая жизнь, поэтому решил что-то поменять. Сейчас утро, нужно идти завтракать. Но я не буду завтракать, лучше поужинаю. Приготовил себе вкусные отбивные. Ну как приготовил, просто разогрел. Это еда могла, пальчики оближусь. Постойте, если я решил менять свою жизнь, значит нужно действовать радикально. Больше никакого мяса. Да, решено. С этого дня я стану ветеринарцем. Коля, ты чего не завтракаешь, ворон считаешь? Во-первых, я ужинал, а во-вторых, с этого дня я ветеринарец и мясо больше есть не буду. Может ты имел ввиду вегетарианец? Ну да, я так и сказал. Ого. А чем ты питаться будешь? Как будто кроме мяса кушать нечего. Фрунты, овощи, чипсики мои любименькие, остренькие. Такие, знай, чтобы пукан поджигало. Знаю тебя, ты не сможешь. За сосиску родного брата готов продать. Андрей, ты совсем офигел? Что ты такое говоришь? Заодно точно не готов. А вот если бы предложили килограммов десять. Вот я об этом и говорю, у тебя ничего не получится. Ты не веришь в меня? А давай поспорим на 300 баксов, ты я смогу жить без мяса. Коля, откуда у тебя 300 долларов? Из моей заначки возьмешь? Вот как ты мог подумать так обо мне, чтобы я у родного брата взял деньги из черного носка, который лежит под подушкой. Ой. Сегодня обязательно перепрячу. Ты чего? Угородишься. Если честно, рассмешил ты меня, братан. Вегетарианец. Андрей, короче, не дури головы. Я тебе выиграю и точка. Вот увидишь. Как говорится, кто... смеется тот, кто... кто смеется. Смеется тот, кто смеется последним. А ты сейчас будешь плакать. Почему? Потому что я буду доедать твои вкусные отбивные. Андрюха, меня не обманул. Он доел мой ужин. У меня текли слезы. Но я сдержал себя, ведь я мужик. А мужик не плачет, он сыт глазами. Надо отвлечься. Включил телевизор, но как назло мне попадались только кулинарное шоу. Большой, сочный кусок мяса. По моей бороде текла слюна. Я проголодался, надо перекусить. Выключил телевизор, больше не буду его включать, слишком много соблазна. Открыл холодильник, схватил отбивную и уже хотел откусить кусочек, но вовремя себя остановил. Вонючий случай, еще чуть-чуть я бы проиграл спор. Нужно себя как-то контролировать. Я сосредоточился, сделал вдох, выдох. Хух, чуть не задохнулся. Увидел холодоси огурец, схватил его и не раздумываясь стал пожирать. Даже не заметил, как съел. Скажу честно, не наелся. Тек-тек-тек-тек-тек. О, сейчас посмотрим в интернете, что вообще кушают ветеринарцы. Морковь, редиска, капуста, укроп, листья салата. Я что, по-вашему, козел какой-то? Или может быть осел? Ты больше на барана похож? Вот это было обидно. Баранам окажется, Андрей, когда я выиграю спор, запустил приставку, она точно отличает от дурных мыслей. И я оказался прав. Началась война, о еде почти не думал. Оказывается, быть с ветеринарцем не так уж и сложно. Уже надеялся, что меня ждет легкая победа, но тут учуял знакомый запах. Походу я ошибся, меня ждет тяжелая битва. Брат решил подпортить мои планы, он готовил пельмени. А я обожаю пельмени, вонючий случай, да это не честно. Андрей, скажи, зачем ты со мной так жестоко? Да я тебя вообще не трогал. Не прикидывайся, дурачком, ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Я просто хочу перекусить и выиграть 300 долларов. Ух ты хитрожопый. На войне все средства хороши. Ты проиграешь эту войну. Каляныч, без обид, конечно, но у тебя нет силы воли. Ты забыл случай, как я хотел в туалет и держался целый час. Не забыл. В итоге ты тогда навалил штаны. Так что готовь 300 долларов. Я знаю, кто держит победу. Вот тебе, а не 300 долларов. Ха. Значит, у меня нет силы воли. Я докажу Андрею, что он не прав. С этого дня я ветеринарец, который не играет в приставку. Все решено. Я полностью меняю свою жизнь. Пойду лучше сделаю уроки. Походу, я немного погорячился. Любимая, я бегу к тебе. Наверное, Андрей прав. Я слабак, но мясо все равно кушать не буду. На кону 300 долларов, поэтому, чтобы не случилось, я должен держаться. Как назло, Андрей пришел с тарелкой пельменей и предложил мне перекусить. Я отказался, но хитрожопый брат все равно не собирался уходить. Этот вкусный аромат пельменей так и манил меня. К счастью, я придумал неплохой лайфхак. Подавись! Теперь можно спокойно продолжить игру. Андрей понял, что больше ловить нечего и ушел. Кто красавчик? Правильно, я красавчик. Наступил вечер, кушать хотелось ужасно, питаться травой уже надоело. Срочно нужно что-то придумать. Думай, башка, думай. Идея не заставила себя долго ждать. Пришел Андрей и сказал, что уже пора ложиться спать. Вот и отлично. Дождусь, когда брат уснет и потом покушаю нормальную еду. Мне повезло. Андрей уснул очень быстро. Я тут же достал свою секретную заначку. Мои вкусненькие сосисочки. Я так скучал. Ты чего шумишь? Спать не даешь. Да вот, кушать хочется. Но знаю, что нельзя. Поэтому остается только представлять. О, тяжелый случай. Что ты там говоришь? Говорю, приятного аппетита, придурок. Спасибо. Вот полпец. Как можно быть таким наивным? Ха, топой у меня, брат. Короче, дальше ничего интересного не будет. Тут все и так понятно. Андрей проиграл, я выиграл 300 баксов. Так, сосисочки мои, вы где? Я наелся досыта и с хорошим настроением лег спать. А утром настрой был еще лучше, ведь сегодня Андрею нужно на работу, и я смогу кушать мясо столько, сколько захочу. Но для начала нужно дождаться, когда он уйдет. Доброе утро, дятел. Хотел тебя спросить, вчерашние сосиски вкусные были? А, наверное, ты не понимаешь, о чем я говорю. Сейчас начнешь оправдываться. Но у меня есть интересное видео с камерой, которую вчера остановил у тебя в комнате. Вкусняет, вкусняет. Развел, где я, когда пальца пошла. Вкусняет. Да, Коленька, меня так просто не провести. Скажу только одно. Готовь 300 долларов, ты проиграл. Вот же чертовы сосиски, подставили меня. Не забудь поставить лайк. Подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока!